Иногда из-за поцелуя ему скрывается ненависть. Привет, я Даша. Сегодня буду рассказывать о комиксах, которые мне прислали. Это Затистка Комифу, как вы помните. Там было видео позапрошлое. Но прежде чем начать говорить о комиксах, я хочу попросить вас досмотреть это видео до конца. Там будет такое небольшое объявление. И если вам не хочется смотреть это видео, то я под ним оставлю время, на которое нужно будет перейти, чтобы увидеть это объявление. Понеслось. Не все комиксы, которые мне прислали, пришлись мне по душе. Хочу начать с менее мне понравившихся и закончить с самыми шикарными. Знаете, бывает такое, заходишь в книжный магазин, идешь по нему, тут тебя что-то высшие силы останавливает. Ты тормозишься, разворачиваешься лицом к стеллажу. Просто берешь книгу, совершенно не обращая внимание ни на обложку, ни на название, ни на автор, вообще ни на что. Твоей рукой двигают высшие силы. Достаешь ее, смотришь, вот даже не заглядывая внутрь, чтобы понять стиль автора, ты понимаешь, это твое, и это любовь на всю жизнь. Так вот, тут есть комикс, по которому у меня схожая ситуация, но взяв ее руки, я поняла, что это не мое совершенно. Я попыталась открыть честно, что-то там пролистать, и вот это не вина комикса, это чисто мое субъективное, какое-то непонятное, что-то странное. Доктор Стрэндж. Далее тоже такой, вот из этой же примерно серии, но все-таки получше, это Эдвенч Тайм, то есть я его прям, ну у меня не было прям такого категорического, категорической эмоции отторжения. Я начала, я почитала, я так заценила, ну вот не пошел он у меня, мне для меня целая сирень. И последняя книга из разряда, ой, книга-комикс из разряда, не для меня, это Скотт Пилигрим. Этот комикс больше подойдет, знаете, там, для старшеклассников, ну может быть, чуть постарше на год или два, чем выпускники школы. И не более того, тут речь идет о любовном треугольнике, парень мутится одной, влюбляется в другую, бла-бла. Ну я переросла это уже. А вот дальше идут хорошие ништячки, симпатичные. Вот все, что выше сказано, если вам этот комикс нравится, не обижайтесь на меня, пожалуйста, это чисто мои какие-то внутренние личные проблемы. И не изморачивайтесь, все, я дура. Значит, в хорошем смысле упор, это совершенно комикс, это «Семь медведей, гномов и нашествие принцесс» Эмиль Браво. Да, я же не ошиблась? Я не ошиблась. Суть в том, что тут вообще перемешались все самые разные сказки, которые приписывают в основном Шекспиру. Ой, Шекспиру, вот я дура. Шарль Перро. На самом деле Шарль Перро же не был изобретательных сказок, как и братья Гримма. Они собирали народные сказки, которые гуляли из уст в уста. Они были собирателями, они ничего не писали. Единственное, что каждый последующий из этих сказочников приносил что-то свое в сказке. Допустим, у одного сказочника, у Золушки там была туфелька оторочена мехом, у другого хрустальная. То есть здесь нет правильного ответа, здесь просто разные сказочники. Здесь собраны все принцессы из сказок Шарль Перро, если я не ошибаюсь, со сказочником. Здесь и эта, которая все время забываю назвать ослиная шкура. Здесь и сама Золушка, здесь и спящая красавица. Короче, кого только нет, все эти принцессы свалились на бедных несчастных медведей, которые на самом деле гномы. Это очень забавно, мило, смешно. И я так понимаю, из этой же серии про этих гномов есть еще и другие истории, не только с принцессами Замуты. Ну вот в самом лучшем смысле слова совершенно упоротый комикс. Не менее упоротый следующий комикс, The Overgarden Wall. Попрошу прощения, свое жуткое произношение, свой ужасный английский. Здесь я вот реально хохотала, и у меня было ощущение, будто я попала в страну бреда. Я почувствовала себя лисой в стране чудес. Опять же, в хорошем смысле слова, прям влюбилась в этот комикс. Тут вроде как... Это то мне первое, как я поняла... А, это спецвыпуск. Здесь там два челдобенчика идут кому-то там. Их сопровождает птичка. Они натыкаются на очень-очень странных. Ни тут пиратов, ни то не пиратов. И просто это в хорошем смысле бред, это в хорошем смысле безумие, это в хорошем смысле упортости. То есть, прям вот рекомендую. Далее идут такие более философские вещи, такие серьезные. Совершеннейшая моя любовь. Это вот этот комикс. Люпа, она поноченая. Океан любви. Ребятки, я буду искать этого автора, еще вещи покупать. Он бесподобен, он божественен, он волшебен, он изумительен. Здесь совершенно потрясающие изображения. Здесь чувство юмора. Здесь трагедии. Здесь любовь. Здесь очень яркий сюжет. Здесь очень выразительные характеры персонажа. И при этом ни одного слова, ни единого. Все передается исключительно путем изображения. Единственная буква, которую вы здесь сможете увидеть, это те, которые написаны на каких-либо вещах. Название корабля, например. Или название журнала. То есть, что-то такое. Но никаких диалогов вообще, ни единого слова. Все передается путем миники. И это совершенно шикарно. Я просто была убита этой книгой. Хороший смысл слова. У меня сегодня все хорошо. Значит, слово поразит на сегодня. Прямо это изумительно. И здесь затрагивается тема, еще не озвучила, забыла. Вот того, что человек смог мушить вот с этим нынешнему поколению, которые зациклены на селфи. Там мне нравится больше слова «себяшка». Она такая юморная. Значит, и оно русское. Значит, на себяшках, на каких-то педрёшках. И, значит, таких старых взглядов в драму сумела заразить без всякого занудства. Очень быстро и легко. Вот таких вот людей легких. То, что уже не модно, в общем, скажем так. Не буду ничего полить. То есть, книга, это действительно считается вроде как комикс или графический роман. Я просто не разбираюсь. Но вот реально я называю эту книгой. Потому что смотрите, какой объем. Это серьезно. Вот. То есть, вообще все. Я влюбилась, ребятка. Это просто гениально. Это все. Вы видите, у меня слова закончились. И последняя вещь. Ммм, как? Уже все? И последняя вещь, которую я на сегодня покажу. Это шонтан «Красное дерево». Кто-нибудь видел аниме Чобец? Чобец на русском. Там Чи, один главный персонаж, покупает книгу, графический роман, комикс. Которая, она небольшая, но она очень философская. Вот «Красное дерево», «Красное дерево», «Красное дерево». Но она такая психологически очень внушающая. Она говорит вам, что как бы все ни было плохо, все будет хорошо. Вот. То есть, и вы знаете, я ей как-нибудь так поставлю, чтобы она стояла не корешком, а вот лицевой стороной. Она будет стоять здесь, в моей комнате. Я уже даже выделила вот для этих всех комиксов часть полки. Я туда ее так поставлю, и она будет так на меня смотреть и напоминать, что «Эй, детка, тебе станет плохо, возьми меня и почитай». Вот такая вот шикарная вещь. Теперь объявление небольшое, оно касается моего канала. И, в общем, вот мамины видео, как выходили, так и будут выходить. Редко, но будут. А я ухожу в отпуск, вероятно, с последующим обольнением. Но дверь за собой я неплотно закрываю. То есть, все видео, которые есть на канале, они так останутся. Я их не буду удалять. Вероятно, я еще вернусь. Вот, потому что я сказала, возможно, с последующим обольнением. Ну, сами чувствуете, да, что канал себя изживает, сходит как-то на нет. Видео всего лишь раз в неделю появляется. Иногда даже режем. Вот. Ну, не расстраивайтесь. Те, кому нравятся мои книжные обзоры. Их, эти обзоры можно будет по-прежнему найти. Но только они будут уже не в видеоформате, а в текстовом. На моем блоге. Те, кому нравятся посылки, смотрите на их содержимое. К вашему вниманию мой инстаграм. Все ссылки, разумеется, я оставлю внизу под видео. И не спешите отписываться к моему каналу. В этом году будет еще как минимум два видео. Так что, вот. Надеюсь, я никому не испортила настроение. Многих даже порадовала. Так что, все еще до скорых книг, до скорых встреч. И прекрасного вам дня. Пока. Продолжение следует.